В эфире канал ОТС программа экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Вечерняя прогулка подростков по заброшенному зданию едва не привела к трагедии в Калининском районе Новосибирска. 16-летняя школьница оступилась в темноте и угодила в недостроенную шахту лифта. По некоторым данным, девочка упала с высоты седьмого этажа. С серьезными травмами, включая черепно-возговую и сотрясение, а также множественными переломами ее госпитализировали. Благо, больница находится в непосредственной близости от места ЧП. Заброшенное здание, где играли дети, один из корпусов 25-й медсанчасти. Следственный комитет уже назначил проверку произошедшего. Это та самая заброшка в таком удручающем виде на окраине Соснового Бора на улице Власова. Вдалеке от посторонних глаз высотка стоит уже почти 40 лет. Когда-то здесь планировали открыть хирургический корпус больницы, но в конце 90-х строительство замерло. Все эти годы здание как магнитом притягивало подростков и бомжей. Нередко в катакомбах находили трупы людей. Сталкеры прозвали место проклятым, но все равно совершали сюда паломничество. А с модой на стримы и блогерство визиты любителей острых ощущений стали еще чаще. Тем более вход в здание, можно сказать, свободный. Оно никем не охраняется до сих пор. Жители ближайших домов планируют написать петицию с требованием обезопасить их детей. Кстати, прокуратура района через суд обязала администрацию медучреждения законсервировать объект. Но, судя по всему, к исполнению этого решения никто так и не приступил. Важники Следственного комитета завершили работу над делом бывшего председателя Новосибирского областного суда. Римме Шатовкиной придется отвечать за превышение должностных полномочий. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. В сентябре 2018-го силовики нагрянули в кабинет Риммы Шатовкина. И за пару месяцев до этого, в июле, председатель облсуда, как выяснили оперативники ФСБ, истребовала у коллег из Советского района копии документов по уголовному делу в отношении заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей, в том числе ходатайства о проведении обыска в его жилище. После чего дала указание своему помощнику посредством фоксимильной связи направить правительству Новосибирской области письмо с приложением копии процессуальных документов, содержащих сведения о предстоящем производстве обыска. В результате распространения фигуранкой по делу сведений о предстоящих следственных действиях, лицом в отношении которого они планировались, были предприняты меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу. Виктор Черкунов, который по долгу службы курировал деятельность мировых судей, попал под следствие после того, как правоохранители выявили в управлении масштабную недостачу оргтехники и кондиционеров. Замначальника инкриминировали растрату с ущербом в 4,5 миллиона рублей. Согласно материалам дела в сговоре с фигурантом были его зам Сергей Соколов и руководитель фирмы-подрядчика. По мнению силовиков, благодаря Шатовкиной часть доказательств обвиняемые смогли уничтожить. Несмотря на это, в ноябре Черкунов выслушал приговор. 3,5 года условно со штрафом 300 тысяч рублей. Теперь скамью подсудимых займет его благодетельница. Такие действия существенно нарушили охраняемые законом интересы общества и государства из-за невозможности установления обстоятельств для уголовного преследования лиц, виновных в совершении преступления против государственной власти. Принципы осуществления уголовного судопроизводства разумный срок, а также дискредитировали судебную власть. Новосибирский областной суд Шатовкина возглавляла почти 6 лет. Ее фамилия до сих пор в списке судей, рассматривающих уголовные дела. Вершить правосудие над самой Риммой Викторовной будут ее коллеги из Центрального района. Вину в превышении должностных полномочий женщина не признает. Наказали за самооборону. Жителя Новосибирска, который защитил семью и свой дом от компании нетрезвых агрессоров, оставили за решеткой. Сначала мужчине назначили наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Но вышестоящая инстанция пересмотрела это решение. А сегодня 8-й касационный суд в Кемерово засилил этот суровый приговор. У нас есть возможность показать кадры из зала заседаний. Все случилось в марте 2018-го. Было уже темно, когда компания крепких молодых людей на автомобиле заехала в тупик частного сектора в Дзержинском районе Новосибирска. Трезвым был лишь водитель. Машина загулявших парней застряла у дома Владимира Крюкова. Незваные гости сначала избили его брата, а потом вторглись на участок и брызнули в лицо хозяину жилища из баллончика. Побежал домой, чтобы они не проникли в дом. В этот момент он почувствовал удар в спину. Он подскользнулся, лежал на земле. И подняв предмет, первый попавшийся, который попался ему под руку, он отмахнулся назад. Неприцельный удар топором пришелся 22-летнему потерпевшему в голову, отчего тот скончался. Приятели погибшего, к слову, имели судимости, а кое-кто и действующие условные сроки. Неудивительно, что два персонажа сразу поспешили покинуть место потасовки. А вот Владимир Крюков сам попросил родных вызвать полицию и скорую. Два года назад Дзержинский районный суд признал его виновным в превышении пределов необходимой обороны и назначил символическое наказание в виде ограничения свободы. Но это был еще не конец истории. Летом 2021-го коллегия по уголовным делам облсуда вынесла куда более суровый приговор. 8 лет колонии строгого режима. Новосибирский областной суд, значит, в основу принятого им решения принял показания фактически одного свидетеля обвинения, которые являются крайне противоречивыми и непоследовательными. Сторона защиты обжаловала это решение в кассационной инстанции. Судьбоносное заседание состоялось сегодня в Кемерово. К слову, прокуратура, в свою очередь, хоть и согласилась с квалификацией облсуда, умышленное убийство, но при этом посчитала приговор излишне суровым, так как не были учтены смягчающие обстоятельства. Именно поведение потерпевшее, которое выразилось в нанесении причинения свидетелей Крюкова телесных повреждений, а также неправомерное нахождение на территории домовладения осужденного Крюкова, и стало поводом для причинения смерти потерпевшего с чудом. Гособвинитель просила смягчить наказание Крюкову. Адвокат настаивала на оправдании. В итоге кассационный суд отказал обеим сторонам. Супруга новосибирца надеялась до последнего, что ее мужа освободят. Поэтому такой итог для нее сегодня стал настоящим ударом. Разбираться в принципе никто не хочет и никто не собирается. Это была чисто формальность, которая заняла 30 минут времени, и 5 минут люди решили судьбу человека. Наталье и ее супругу остается надеяться на Верховный суд. Ну а сейчас мужчина, защитивший свой дом и семью, должен отправиться в колонию. В Новосибирске сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Спецоперацию провели в советском районе города при силовой поддержке спецназа «Гром». С так называемой героиновой закладкой попались бывалые уголовники. Напарников уже судили за кражи и преступления против личности. 25 свертков с запрещенным веществом оперативники изъяли. И последнее. В руки правоохранителей также попала медсестра сельской больницы, которая, по нашим сведениям, вместе с подельником продавала липовые сертификаты о вакцинации. На справку установила определенную таксу. Цены не завышала, дабы не отпугивать желающих. За месяц предприимчивая дама успела реализовать несколько фиктивных бумажек. Потенциальных клиентов искала через посредника. Оба сейчас дают показания следователю. Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». На этом пока все. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам. Мы покажем его в эфире. Адрес электронной почты редакции экстренного вызова 310-2005-собака-отс-тв.ру Берегите себя и своих родных. В студии работала Мария Никитина. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин